Это руководство расскажет вам о 7 основных причинах медленного роста и поможет достичь быстрого и здорового развития растишки. Неправильное освещение. Недостаточное освещение замедляет рост растишки. Длинные вытянутые стебли указывают на нехватку света. Увеличьте интенсивность освещения и приблизьте источник света к растению. Избыточное освещение также может замедлить рост и вызвать стресс. Мощные лампы, находящиеся слишком близко, могут замедлить рост. Неправильное условие выращивания. Растишка предпочитает умеренную влажность и температуру в диапазоне от 21 до 28 градусов. Низкие температуры ниже 15 или высокие выше 30 могут замедлить рост или даже уничтожить растение. Сухой воздух с влажностью ниже 30 процентов замедляет рост, а влажность выше 70 вызывает увядание. Молодые растения более чувствительны к условиям окружающей среды, чем взрослые. Низкие температуры также замедляют рост. Избыточную циркуляцию воздуха может препятствовать росту, поэтому следите, чтобы листья слегка двигались, но стебли не раскачивались. Добро пожаловать в Горилла Мафия Гроу Шоп с характером. Здесь мы сажаем криминально крутые семена и выращиваем настоящих растительных гангстеров. У нас все по закону. Мафиозному закону. Если ты готов к подпольному Гроу, взрывным урожаем и необычным приключениям в мире растений, то ты попал в нужное место. Подписывайся, приходи. Здесь каждый день настоящая Гроу Мафия в деле. Проблемы с корнями. Здоровье корней имеет решающее значение для роста растений. Даже если они не видны при выращивании в почве или кокосовом субстрате. Нездоровые корни приводят к вялости и замедленному росту. А здоровые корни могут способствовать ежедневному приросту на несколько сантиметров. Частая причина проблем с корнями – переувлажнение, которое снижает поступление кислорода и вызывает вялость. В гидропонике корни получают кислород через пузырьки воздуха, что предотвращает увядание. Переувлажнение и использование слишком большого горшка также могут привести к вялости и пожелтению. Недостаток полива, особенно для рассады, может быть еще более пагубным, чем переувлажнение. Маленькие горшки ограничивают рост корней и замедляют развитие растения. Пересадка в более большой горшок может помочь, но старайтесь не повредить корни. Недостаток питательных веществ. Растения, выращиваемые в почве, находят необходимые питательные вещества именно там и изначально не требуют никаких добавок. Однако, если pH корней слишком высокий или низкий, в идеале это примерно 6-7, это может повлиять на усвоение питательных веществ, так как они химически изменяются при крайних значениях pH. Кокосовый субстрат или гидропоника требует pH в диапазоне от 5,5 до 6,5. Недостаток питательных веществ может замедлить рост растений. На фотографии ниже растение медленно растет из недостатка железа, вызванное высоким pH корней и переуложнением. Вредители. Вредители, такие как паутины, клещи, трипсы или грибные мушки, могут препятствовать росту растений, нанося им ущерб. Важно не путать симптомы вредителей с недостатком питательных веществ или другими проблемами. Распространенными вредителями растишек являются паутинные клещи, которые оставляют на листьях желтые пятна, паутину. Трипсы, которые вызывают большие повреждения, на участках листьев. И грибные мушки. Маленькие мухи, парящие на поверхности у самой почвы. Грибные мушки обычно не являются вредными и проблемы решают с уменьшением частоты полива. Однако большое количество мушек может замедлить рост растений, особенно у маленьких растишек. На фотографии ниже показано сильно пораженное грибными мушками растение. Нормально? Генетика и фенотип. Генетика играет важную роль в росте. Некоторые сорта прорастают и растут быстрее других. Старые семена обычно имеют более низкую скорость вырастания, что приводит к замедленному начальному росту. Также более сложно прорастить семена, которые хранились при высоких температурах. На фотографии ниже представлено 6 автоцветущих растений возрастом около трех недель, каждая из разного сорта. Несмотря на то, что они были пророщены и выращены в одинаковых условиях, генетические различия делают некоторые растения крупнее других. Даже при одинаковой генетике и равном уходе растения могут расти с разной скоростью. Это отличие заметно даже среди клонов с одинаковой генетикой. Такова природа. Растения просто хотят, чтобы их оставили в покое. К сожалению, иногда вы можете слишком много заботиться о своих росишках. Новички часто переполивают свои растения, стремясь обеспечить им лучший уход. Иногда растения просто нужно побыть оставленным в покое. Бывают периоды, когда им не требуется ничего, кроме воды. Если вы задаетесь вопросом, почему ваши растения медленно растут, несмотря на постоянный полив, несмотря на частое беспокойство, такое как прикосновение, сгибы, обрезание листьев, возможно, лучше всего дать им передышку, пока они начнут быстро расти. Часто растения просто нужно время, чтобы прорасти самостоятельно.